Приветствую вас! И, к сожалению, если мужчина любит ребенка, то это совсем не значит, что он любит женщину. Дело в том, что ребенок для него может быть самоцелью как раз-таки, то есть объектом его усилий, объекта ухожения, объекта любви, рассмотрение ребенка как продолжение рода, особенно если это сын для мужчины, сын всегда имеет особое значение. И женщина в данном случае выступает лишь как средство. Если мужчина не дает личного пространства, боясь, что появится другой мужчина, и ему не будем давать видеться с ребенком, то это не означает любви к женщине-матери. Напротив, женщина здесь воспринимается как средство, как средство, по сути дела, средство контакта с ребенком. То есть через женщину мужчина может и имеет возможность общаться, взаимодействовать с ребенком. Он боится, что если он, мужчина, ослабит свое внимание к женщине, то и потеряет таблини и ребенка. То есть ослабление внимания к женщине приведет к тому, что женщина выберет другого мужчины, другого мужчину, мужчина этот отберет внимание не только женщины, но и ребенка, и ребенок обратит внимание на этого нового мужчину. А отец ребенка потеряет возможность видеться за своим молчом. И никакой любви к женщине в данном случае речи не идет. Мужчина может быть заинтересованным в том, чтобы женщина, мать-ребенка, думала, что он ее любит, чтобы думала, что она для него дорога, но чтобы при этом давала видеться с ребенком. И в данном случае нужно сказать обязательно такую вещь, что нельзя не давать видеться отцу с ребенком, своим ребенком, родным, если он не нарушил никаких законов. То есть если отец исправно, допустим, плачет алимент и не вредит, ничего не делает против ребенка и матери, то он имеет полное право видеться за своим сыном или дочерью. И не важно, здесь встречается ли мать-ребенка с кем-то другим. Право отца на общение с своим ребенком это не отмечает. Поэтому если вы видите, что мужчина боится, что ему не дадут видеться с ребенком, просто скажите ему, а лучше покажите закон, который прямо говорит о том, что отца на основании того, что мать встречается с другим мужчиной, нельзя лишить права видеться с ребенком. И его страх не обоснован, лишен какого-либо подкрепления и основания. Другое дело, что если мужчина это знает, то есть он знает, что его не могут лишить права видеться с ребенком, и он не хочет, несмотря на это, все равно женщину отпускать от себя. Тогда речь идет опять-таки не о любви, если женщина страдает. Речь идет о удовлетворении эго мужчины через достижение его идеала о семье. То есть мужчины считают, что полноценная семья – это та семья, где есть он, мать и ребенок. Одного только ребенка ему для ощущения полноценной семьи мало, и если он, допустим, женщину опустит, то это уже будет неполноценная семья. И будет нарушен, и нарушен его вот этот вот идеал, который он сам себе построил, он себе нарисовал. И, соответственно, можно говорить о том, что этот человек эгоцентрич, то есть вот принимает все через прибыль своих убеждений, не желая прислушиваться ко мнению других людей. И в данном случае такой человек думает лишь только о себе. И ребенок, а также женщина, для него это лишь средство достижения своих собственных представлений, реализации их о семье. Вряд ли можно говорить в таком случае, что мужчина любит ребенка и любит женщину. На этом все. Надеюсь, что помог вам в завершении. Хочется ответить вам еще на вопрос, наверное, наиболее прямо. Вот. Может ли мужчина любить ребенка, значит, и при этом любить его маму. То есть, как бы, сперва любит ребенка и ставится как бы причинно-следственную связь любовь к ребенку и любовь к матери. Нет, нет. Такой связи быть не может. Потому что первично всегда идет женщина, а потом только ребенок. если мужчина сперва любит ребенка, а потом женщину, то, или как он говорит, любит, то это маловероятно, потому что если все начинается с женщины, то чувство это распространяется и на ребенка тотину ребенка как часть женщины, как ее неотъемлемые составляющие, по крайней мере, вначале. А если мужчина любит ребенка, то это одни отношения. Это детско-родительские отношения, а женщина это личные отношения, романтические отношения. И между ними качественные разницы. Поэтому ни в коем случае не нельзя думать, что мужчина, любящий ребенка, любит женщину. К сожалению, это не связано между собой никак. Если вам понравился мой ответ, мы благодарим, если сделаете его лучше.